Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Виктория Гапутина. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. Электронные очереди в пункте пропуска Брест. Хорошо сработано. Будет ли также продуктивно работать на Козловичах? Разбирался в организации логистики помощник президента, инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик и представители заинтересованных ведомств. Неделя родительской любви проходит в Беларуси. Председатель Брестского госполкома Сергей Лободинский встретился с многодетными матерями в самый добрый и красивый праздник – День Матери. 80 лет на страже здоровья брестских жителей. Главное учреждение здравоохранения первого региона Брестская областная клиническая больница отмечает красивый юбилей. Большой юбилей старейшего учебного заведения. Лучшее учреждение общего среднего образования Беларуси – средняя школа деревни Чернавчицы – празднует 80-летие со дня основания. Об этом и не только в программе «Итоги недели» на канале БУК-ТВ. Очередь перед пунктом пропуска Брест-Тересполь на границе Беларуси и Польши еще в прошлом месяце была одной из самых пугающих для водителей. А все из-за очередей, которые доходили до 40 часов ожидания. Причем сам контроль в пунктах пропуска проходил четко и быстро. Все остальное время тратилось на многокилометровую очередь. Но с 1 октября все изменилось. Заработали новые правила ожидания. Белтамож-сервис совместно с пограничниками и таможней провели эксперимент по изменению порядка функционирования системы электронной очереди транспорта. Теперь водители могут рационально использовать свое время, а именно уехать из зоны ожидания, отдохнуть, культурно обогатиться. Для этого в Бресте есть много интересного. А уже после, дождавшись своей очереди, с комфортом пересечь государственную границу. Насколько проект успешен и удобен, какая сейчас обстановка в пункте пропуска Брест и где еще изменятся правила ожидания очереди, ответы на все эти вопросы узнала моя коллега Ирина Левчук. С 1 октября в пункте пропуска Брест заработали новые правила ожидания. Электронные очереди упростили жизнь многим. Теперь, приехав в зону ожидания и зарегистрировавшись, можно уехать в любое место и скрытать время с комфортом. А чтобы не пропустить свою очередь, на сайте Белтамож-сервиса можно отследить все необходимые данные. Для подстраховки даже есть возможность купить звонок или СМС-оповещение у оператора. Нововведение коснулось только владельцев легковых авто, и все они говорят о пользе этого новшества. Когда стала электронная очередь, стало намного проще для всех туристов, проезжающих за границу. Стало удобно, человек стал свободен, он отдыхает, а так сутками стояли в очереди, были никакие люди, уставшие, а потом им еще приходилось ехать. Брестским удобно, они поехали домой, звонок заказали, я сколько выскочу, я буду тут это, уже тут буду. Так чего по городу поехать там? В Брестскую крепость ходить, наверное, придется все это пройти. Чтобы были родственники, было бы хорошо, да, ну что-то будем придумывать. По поводу того, что удобнее, с одной стороны, да, для Брестских это очень удобно. Мы гомельские, нам немножко посложнее, это хорошо, что родственники есть в городе. Поэтому приехал, зарегистрировался, переночевал спокойно, да, электронка намного удобнее стала. Да, для местных такая услуга – большая удача, но и для тех, кто в областном центре проездом, это возможность не изнывать от жары в машине летом и не мерзнуть зимой, а культурно обогатиться, вкусно пообедать в заведениях или переночевать в уютных гостиницах. И в таком случае время ожидания, которое все еще внушительное, зачастую больше суток, пройдет незаметно. Наша съемочная группа находится на пункте пропуска Брест уже больше часа, и за это время мы не обнаружили здесь очередей. Если вы задаетесь вопросом «почему», ответ прост – работают электронные очереди и работают достаточно успешно. Этот проект реализован здесь, на пункте пропуска Брест, и в ближайшем будущем его хотят реализовать также на пункте пропуска Козловича. Но то, что хорошо сработало в одном месте, не факт, что также продуктивно будет работать в другом. Разобраться лично в организации логистики вблизи пункта пропуска Козловича и решить вопрос удобства собрались помощник президента инспектор по Бресту области Валерий Вакульчик и представители заинтересованных ведомств. Рабочее совещание, которое состоялось на базе предприятия «Белтомужсервис», было насыщенным. Множество предложений и дополнений озвучили для того, чтобы урегулировать ситуацию с очередями из-за большегрузного транспорта. Хочу показать, почему вот так, как на Бресте, зона ожидания здесь, оно не получится. Потому что можно было выбрать самый простой и оптимальный вариант, пропускать, как на Бресте, через зону ожидания небольшую, и чтобы эти транспортные средства все выезжали. Все выезжали, соответственно, вот оно транспортное средство заехало не в пункт пропуска, а сразу же по кольцу и поехало в город. Куда поехало, ну, непонятно. То есть видим здесь узкое место вот именно вот в этой дороге. В этой дороге, как мы с вами посмотрели, здесь сейчас одна полоса свободная. Да, и надо понимать, что по этой полосе, как бы ни принималась сопредельная сторона, но все равно среднесуточная, 700 автомобилей в сутки, оно есть. Да, 700 автомобилей, грузовиков, это не реховая машина, это грузовая машина. Каждый из присутствующих здесь понимает, это в среднем 20 метров, мы считаем. Да, то есть 700, это 14 километров. То есть 700 автомобилей, те, которые только приехали, которые хотят выехать на Польшу, они становятся на эту дорогу. Те автомобили, которые заезжают на склад временного хранения для осуществления грузовых операций в рамках 247-го постановления, это перецепка, перегрузка. А это еще данные СВХ, данные СВХ обрабатывают в среднее в сутки около 300 пар. То есть это еще 600 автомобилей. Дальше и те транспортные средства, которые, то есть на эту дорогу, то есть я говорю, что ляжет на эту дорогу. То есть это уже 700, которые выезжают, те, которые осуществляют грузовые операции, это тоже порядка 600 автомобилей. И дальше и грузовому транспортному средству, чтобы выехать на Козловича, ему нужно два раза сюда попасть. Первый раз зарегистрироваться, а второй раз, когда его вызвали в пункт пропуска. И мы понимаем, что у нас еще и здесь будет узкое место. Узкое место это непосредственно въезд в пункт пропуска, непосредственно ЧПП, когда сюда приехала транспортная среда, скажем, вне очереди, которая приехала не по очереди, которая приехала с опозданием, когда уже время вышло, когда приехали, соответственно, отсюда его нужно убрать. Здесь тоже две полосы, это не вековая, повторюсь, здесь должен быть соответствующий маневр, он неудобный. Но, как известно, слабый ищет причину сильной возможности. Даже с таким положением дел специалисты смогли предложить оптимальный вариант решения вопроса, учитывая при этом комфорт и безопасность водителей большегрузов. Согласовали иные места для регистрации. При выезде из таможни, на стоянке Веставто или у оператора зоны ожидания при предъявлении техпаспорта и требований по постановлению Совета министров Республики Беларусь номер 247. После того, как он зарегистрировался, конечно же, по-хорошему ему нужно подбить место. Место, где он может стоять. Не на М1, потому что на М1 у нас запрещено. Что на сегодняшний день предлагается, из чего мы, как таможенная Белтаможевская серия, с Витемейской. На сегодняшний день предлагается, да, стоянка Веставто, до 400 транспортных средств. У нас еще есть два специально установленных места, где расширяется перегрузка товара. В данном случае, срочинного постановления, это Брест-Внештранс и Транзит. В итоге на стоянке Веставто может расположиться порядка 400 машин. Брест-Внештранс сможет вместить около 250 транспортных средств, а Транзит предоставит место для 100 больших грузов. В общей сложности расположиться с комфортом в зоне ожидания смогут 750 машин. Солидно, но в идеале необходимо найти еще площадки для того, чтобы беспроблемно располагать около 2000 машин. Электронная очередь, которая планируется запуститься на Козловичи, это хорошая на самом деле идея. Мы очень долго к этому все шли, согласовывали. И это позволит избежать столпотворения и условно упорядочить заезд на пункт пропуска. Да, конечно, есть какие-то шероховатости и нюансы, но я думаю, что совместными усилиями с Белтомыш-сервисом и с таможней мы все преодолеем. Это позволит обезопасить, уберет нахождение машин перед пунктом пропуска. И куча же аварий и отсутствует безопасность движения. Надо прежде всего заботиться о людях, которые находятся на своих рабочих местах в грузовиках. Все мы, соответственно, знаем, что стоянка хаотичная на трассе М1 и М30 вызывает много неудобств как и для водителей города Бреста, и для других жителей городов, так и для водителей большегрузных транспортных средств, которые двигаются вместо разгрузки, перегрузки. Соответственно, могут создаваться аварийные обстановки, угрозы для жизни водителей в том числе. И, соответственно, данная мера, искренне на это надеемся, позволит избежать каких-то, скажем так, проблемных вопросов и разместить в безопасных местах эти грузовые и транспортные места, соответственно, создать более благоприятные условия для водителей, что, искренне надеемся, благоприятно скажется на общей картине города Бреста. Конечно, данное нововведение изменит в лучшую сторону не только внешний облик городских дорог, сделают комфортнее условия работы для водителей, но и улучшат сферу экономики и туризма первого региона. По сути дела, не требует дополнительных финансовых затрат, то, что предлагается. Это все организационные вопросы и работа серого вещества. И есть, уже проведена дополнительная работа по подотоке условий для успешной реализации этих замыслов. Мы попробовали по Варшавскому мосту. Мы накануне вот этих всех нововведений тоже собирались, обсуждали, как нам лучше сделать механизм электронной очереди на Варшавском мосту. Пожалуйста, модель работает, хотя, конечно, на тот момент, когда это все оговаривали, не были в этом уверены, но убедились, она шлифуется, шлифовывается дальше и будет еще лучше, работает. И, безусловно, это подтолкнуло к тому, что раз там работает, почему бы не сделать что-то подобное и Козловича. Тем самым у нас не будет очередей здесь. Удобно будет людям, машину поставил, пожалуйста, иди в гостиницу, в ресторан, кафе, в Брестскую крепость, в музей поездов, ну, много куда. Но все это временные меры, которые позволяют решить вопрос здесь и сейчас. В перспективе открытие в следующем году большой зоны ожидания возле пункта пропуска Козловичем. Планируется в следующем году окончание строительства большой, крупной зоны ожидания, самой большой на территории Республики Беларусь. Это зона ожидания возле пункта пропуска Козловича, порядка до тысячи грузовых транспортных средств. Понятно, что когда эта зона ожидания заработает, данная проблематика, вопроса, она сама собой уйдет. Но на сегодняшний момент мы имеем то, что, соответственно, имеем. И нужно вырвать эти варианты. И сегодня рассмотрены оптимальные варианты с городом, с областью и со всеми заинтересованными службами для того, чтобы минимизировать вот эти вот неудобства. Строительные работы в самом разгаре. Сейчас подходит к концу первый этап – подсыпка песчаной смеси. С начала 2025 года начнутся работы по созданию необходимых коммуникаций и инженерных сооружений. Ирина Левчук, Этерд Бакунович, Юрий Левантович. Специально для программы «Итоги недели». Неделя родительской любви проходит в Беларуси. И начинается она с самого доброго и красивого праздника – Дня Матери. Неслучайные совпадения даты с церковным календарем. В этот день православные празднуют покров Пресвятой Богородицы. Главная заступница всех матерей. В прекрасный осенний праздник материнской любви и самопожертвования в Брестском госполкоме прошла встреча. Главными участниками диалога с руководством города стали, конечно же, мамы, которые не только успешно справляются со своей ролью хранительницы домашнего очага, но и добились в жизни успеха, состоялись в профессии. В чем секрет счастливого материнства? Ответ на этот вопрос в следующем материале программы. Всепоглощающая любовь, терпение и доброта, нежность и ласка – это слова о матерях, которые отдают детям каждый час и день своей жизни. День Матери – великий праздник для всех времен, для всех народов, поэтому и традиция – чествовать женщин, матерей, воспитывающих троих, четверых, шестерых, детей на самом высоком уровне в зале приема Брестского госполкома стала доброй традицией. Сегодня мы делаем очень много для наших многодетных семей. Это и всевозможные пособия, это и поддержка к школе, это и строительство жилья, и дополнительный выходной день, который сегодня есть возможность у наших многодетных семей воспользоваться. Это и всевозможная помощь наших спонсоров, которые, как и сегодня вы убедились, всегда оказывают поддержку. Это и возможность, наверное, просто где-то отдохнуть вместе. И самое главное, что мы сохраняем наши традиции, наши заложенные на генетическом уровне, приемственность семье, к любви к детям. И дай Бог, чтобы всегда так было. И самое главное – под мирным небом. Великий дар – быть современной женщиной и матерью, но берестейские дамы достойно справляются с поставленными перед ними задачами. Они независимо умны. От кухонной плиты пришли в школы и медицинские учреждения, на границе, в строительную отрасль. Но в месте совсем выше перечисленном современная женщина не забывает о своем высшем предназначении. Она рожает и растит детей, успевает ухаживать за ними, за мужем, за собой. А еще сильная половина человечества не может не заметить, и неоднократно это подчеркивает, что от того, что умеет современная женщина, зависит благополучие самых дорогих для нее в мире людей, зависит счастье в семейной жизни. В этом у Ирины супруги – это латынник, воспитывающий пятерых деток, младше всего два месяца, и пока мама на торжестве, дочурка на попечении папы. Когда хорошее подспорье, надежная и крепкая опора государства, защита, помощь, когда домолюбящий муж, бабушки, отзывчивые в помощи можно рожать. Это большая ответственность – помочь, встать на ноги детям. Но с женой подумали, решили все-таки. Поэтому опять… Пятерых. У нас, получается, третья и четвертая близнецы, то есть поэтому… Вот немножко сложно было, когда они маленькие были, а сейчас уже… Просто немножко раньше надо вставать. И позже ложиться. И позже ложиться. А семейные обязанности как делите? Или у мамы свое, у папы свое? Нет, конечно. Нет, но мы стараемся все вместе. Если где-то нужна его мужская рука, то, конечно же, я туда не справлюсь с этим. Но воспитание детей, например, уборка, готовка – это всегда вместе, всегда рядом. А каким хочется видеть своих детей в будущем? Мечтаете о чем? Чего? Чтобы добились чего дети-то ваши? Во-первых, чтобы были благодарны. Во-вторых, да, чтобы были самостоятельные, встали на ноги, ни от кого не зависели, как бы добились сами и хорошего положения, достатка, чтобы людьми были порядочными. Добавить есть что? Нет, все правильно сказал. А вы любите свою супругу? Очень. У нас вчера было 17 лет совместной жизни. Какие вы уже почти завершеннолетние, правда же? Да, да, поэтому вот итог наших 17 лет – это пятеро детей. Это своя квартира. Все хорошо. В праздничный день в адрес самых красивых и целеустремленных, самых активных и талантливых звучали слова поздравления от руководства города. Сергей Лободинский смог уделить внимание каждой, поприветствовать, поинтересоваться трудностями, поделиться и своим опытом воспитания детей. В семье городоначальника тоже трое детей. Мэр неоднократно подчеркивал, что женщины, семьи которых многодетные, конечно же, героини. Героини с особым шармом, с особым статусом. Конечно, равняюсь на свою супругу. И подтверждение тому вот эти мамы и женщины, которые сегодня мы чествовали в праздник, подтверждение тому, что это женщина, как правило, с высшим образованием. Это самодостаточный человек, который уверенно в себе, шагает с сознанием того, что она хочет добиться от завтрашнего. И, естественно, свои цели и задачи, даже если по ходу не получается профессионально завязать, понимая, что количество детей отвлекает большое внимание, она все свои задумки и идеи воплощает в детях. Вот я на примере своих детей скажу, что все, что не получилось, наверное, у нас, мы пытаемся вложить в наших детей. Конечно, дети должны быть всегда лучше родителей. Поэтому, а всем этим, наверное, повевает или накрывает в канун праздника Покрова Просвятой Богородицы. Это любовь, теплота и просто забота, материнская забота. Среди приглашенных дамы в погонах. Они защищают наши границы и экономическую безопасность. Страны занимаются воспитанием наших детей, растят своих. В первую очередь пытаюсь приявить к детям, это у них справедливость и ответственность за то, что вы совершаете. Всячески, ежедневно провожу с ним работу, что это нельзя делать, что можно делать, потому что по практике, когда наблюдаешь во время работы за детьми, видишь, что детям не хватает внимания родительского, так как родители в основном работают, так же, как и я работаю. Но в то же время нужно понимать, что телефон не заменит ни одного из родителей, что нужно уделять личное время и внимание своим детям. Вы такая, наверное, мама милиционер, что ли? Да, честно, строгая. Пытаюсь, по крайней мере, быть, потому что считаю, что даже если кто-то из моих детей совершает что-то нехорошее, я всячески пытаюсь сначала им объяснить, то есть профилактирую, а потом уже, если не помогает, уже, как говорится, кнут и пряник. Хотелось бы выразить слова признательности, благодарности администрации города Бреста за проведенное сегодня такое замечательное мероприятие. Ну и, конечно же, хотелось поздравить всех мам нашей страны с этим теплым, осенним и, поистину, семейным праздником с Днём Матери. И пожелать каждой маме женского счастья, тепла, домашнего уюта, душевной гармонии. И чтоб каждая мама всегда и везде могла себя чувствовать любимой и нужной. Ну а детки как можно чаще радовались своими достижениями и успехами. С праздником вас, дорогие мамочки! Все мы родом из детства. И в душе каждого из нас живет единственный неповторимый образ – образ Матери. Наверное, поэтому День Матери отмечают в Святой Православный Праздник – Покров Пресвятой Богородицы. А еще и потому, что без почтения к женщине-матери не будет крепкой основы государства, в котором мы живем. Моя, моя мама, ты, ты мой мамин. Моя, моя мама, очень любит тебя. Борис Асмолович, Дмитрий Литвинев, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Мы продолжаем программу «Итоги недели» и переходим к темам юбилейным. Медицина, как известно, включает в себя не только лечение пациентов, это еще и важная составляющая безопасности любого государства. Без здоровой нации никакой достойной экономики не может быть. А потому со стороны государства оказывается серьезная поддержка здравоохранению. А со стороны врачей мы видим профессионализм и дисциплину. Стремление постоянно повышать свои квалификации и обновлять знания. Таких людей, преданных своему делу, в областном центре немало. Но есть те, кого нельзя не отметить. Те, кто ежегодно подтверждает высокий статус главного учреждения здравоохранения первого региона, специалистов Брестской областной клинической больницы, которая в эти октябрьские дни празднует юбилейную дату – 80 лет со дня основания. Наши корреспонденты побывали на республиканской научно-практической конференции с международным участием, чтобы понять перспективы развития больницы, а также на торжественном мероприятии в честь праздничной даты, чтобы вспомнить долгую историю учреждения здравоохранения и отметить тех врачей, без кого вряд ли бы получилось создать главную больницу Брещены. Главная больница Брещены подошла к своей значимой дате – 80-летию, имея славную историю и перспективы развития. Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Высокотехнологичная медицина. Современные возможности и перспективы развития» открыла с собой череду праздничных торжеств. В одном месте собралось около 100 специалистов из Белоруссии и зарубежья, чтобы обсудить возможности и перспективы высокотехнологичной медицины. За 80 лет развития здравоохранения в области, на примере Брестской областной клинической больницы, это флагман здравоохранения Брестской области, многопроблемая больница, более 1000 коек, участок, который он будет перевален за 1000 коек. Это большая больница, которая оказывает длинную долю всей помощи пациентам Брестской области. Ввиду того, что Александр Сергеевич за столько лет, пока он работает руководителем, он человек очень амбициозный и любит, чтобы больница была лучшей, все, что можно, современное было в этой больнице. Он добился строительства хирургического корпуса, которое перейдет вся к хирургии, кардиохирургия. Это еще даст один толчок развития именно вот этим высоким технологиям. Но Александр Сергеевич никогда не стоял на месте. Мы, наверное, одни из первых вошли в трансплантологию. И по трансплантологии сделано очень много. До ковидной года мы пересаживали по 52, до 60 почек в год. Это много. И с этого года мы тоже уже к этим цифрам подходим. Мы оказываем помощь и на международном уровне оперируем пациентов из других стран. И имеем хорошие результаты, поэтому пациенты приезжают. В Брестской областной клинической больнице используется передовой опыт. Проводятся сложные операции и работают лучшие врачи. Но 80 лет назад в больнице было не более 250 коек и работало всего 36 врачей. Да, за это время изменилось все. Но кое-что остается неизменным, сколько бы времени ни прошло. Мы были образованы в 1944 году, когда в больнице работало 36 человек. И это здание сегодняшней больницы скорой медицинской помощи, трехэтажное здание. Сегодня мы выросли в 55 раз. У нас сегодня 2000 человек. И сегодня у нас 995 коек. Причем практически все это высокотехнологичные коеки. Потому что мы в основном занимаемся оказанием специализированной высокотехнологичной помощи. Согласно той градации, которая существует сегодня в Республике Беларусь. Мы третий уровень оказания медицинской помощи. Что касается, что изменилось, изменилось все. Изменился ряд поколений. Сменились образ больницы. Изменились технологии. Но чем я горжусь? Я горжусь тем, что атмосфера творчества, созидания, доброжелательности, желания помочь людям, она у нас в больнице осталась. Потому что мы занимаемся большим делом. Мы укрепляем здоровье, сохраняем жизнь и продолжительность Брещан. Все жители Брещана. Я этим очень горжусь. Сам статус клинической больницы подразумевает инновационное развитие, постоянное внедрение новых технологий, методов диагностики, лечения, профилактики. А потому республиканская конференция касалась вопросов новых технологий. Брестские медики поддерживают постоянное сотрудничество с коллегами из других учреждений здравоохранения, обмениваются опытом и постоянно совершенствуются. Больниц на образование по рейхиуму почек достаточно много. И у нас в стране, и во всем мире. Это прирост очень большой. И для того, чтобы более качественно спланировать лечение, показать эффективность этого лечения, нужно иметь четкие данные. Мы разрабатываем систему поддержки принятия врачебных решениях. И основная вещь для СПВР – это, конечно, получение точных данных. И мы занимаемся уже с 2008 года тем, что выполняем 3D-моделирование патологического процесса. Сегодняшнее мое выступление – это немножко взгляд в будущее. Не совсем далекое, но ближайшее будущее. Это возможность оценить наши снимочки, лучевые диагностики. Ну, в нашем конкретном случае, мультиспиральной компьютерной томографии, для того, чтобы спрогнозировать вид морфологии. То есть для того, чтобы прооперировать любого пациента с онкологией, нужно понять, что там. Доброкачественный процесс или злокачественный. Но без какой-то биопсии, забора ткани, это сделать невозможно. Но не всегда можно выполнить эту биопсию. А опять же, это инвазивный метод диагностики, который может закончить тем, что появятся какие-то осложнения. Вот мы на основании оценки лучевых методов диагностики можем прогнозировать морфологию на образовании почки. То, о чем я сегодня буду говорить. С точностью до 90%. Представляете, не надо брать биопсию, он же скажет, что это добро или зло. И тем самым нужно разделить пациентов. Кому надо, опять же, кому не надо, кому сказать. Нет, ребят, нет. Тебя можно понаблюдать, потому что в урологии, в онкоурологии 30% пациентов во всем мире оперируются по поводу доброкачественных на образование. Брестская областная клиническая больница занимает одно из ведущих мест не только области, но и в республике. Здесь работают врачи и настоящие профессионалы своего дела, которые делают нас счастливее. Потому что только здоровый человек может по-настоящему радоваться жизни, работать и развиваться. 80 лет не просто юбилейная дата. Это время постоянного развития учреждения здравоохранения. Про Брестскую областную клиническую больницу знают не только в Бресте, но и далеко за ее пределами, Брестской области. Больница развивается. На базе есть кафедра. Она занимается, наверное, наукой, которая толкает и двигает вообще все здравоохранение города и области вперед. Потому что те технологии, которые сегодня применяют, мы понимаем, что за этим будущее. И очень отрадно, что за этой наукой идет молодежь. Она смотрит на более старшее поколение, которое, так скажем, есть что сравнить. И самое главное, что мы не останавливаем этот процесс, а наоборот прирастаем мощностями. И, в первую очередь, наукоемким, так скажем, оборудованием, которое позволяет нашей медицине шагать семимильными шагами. Конечно, за всем этим стоят люди, которые любят свою профессию, потому что не может быть врач без души, потому что к нему приходят и отдают самое дорогое или доверяют самое дорогое, это свою жизнь. Поэтому хотелось бы их поблагодарить за работу, за труд, за поддержку, потому что иногда и словом надо, или можно вылечить. От нас, конечно, всегда обещание поддержки, понимания и всяческое содействие развитию системы здравоохранения, потому что на этом базируется, наверное, все наше общество. Поэтому с праздником их и, в первую очередь, здоровья, терпения, удачи, ну и чтобы всегда было только в мирном исполнении их профессиональных обязанностей. Это учреждение здравоохранения, которое является флагманом в нашей стране. Здесь много реализовано пилотных проектов, то есть проектов, которые реализованы впервые на базе областной больницы. Один из них, то, что мы впервые, сотрудничая с Брестской областной больницей, создали здесь филиал кафедры общей хирургии. Благодаря этому Брестская областная больница получила статус клинической организации. Дальше наше сотрудничество на этом не остановилось. Благодаря упорству, лидерским качествам главного врача Александра Сергеевича Карпицкого начали подготовку кадров высшей научной квалификации. И около 10 практикующих врачей начали заниматься наукой и успешно защитили кандидатские диссертации. Многие из них защитили в Совете по защите докторских диссертаций при Гродненском государственном медицинском университете. И Брестская областная клиническая больница получила статус научной организации. Это тоже веха, серьезная веха в достижениях учреждения здравоохранения. И всего этого не получилось бы, если бы не люди, преданные своему делу. Те, кто долгие годы работает для того, чтобы мы хорошо и здорово жили. Работаю в областной больнице с 23 декабря 1982 года. То есть в этом году исполняется уже 42 года. Работал нейрохирургом, 17 лет заведующим отделением, а сейчас в поликлинике на консультативном приеме, вот уже 5 лет. Вот сравнивая тот инструмент, то оборудование, которое было, когда я пришел, и сейчас это небо-земля. Это совершенно разные вещи. Это, ну, даже, может быть, не через одно поколение оно уже перескочило. И постоянно идет, постоянно развитие. И это радует. Здравоохранение области продолжает развиваться и становится с каждым годом лучше. На данный момент значительное внимание сконцентрировано на обрезке и областной клинической больнице. Для нее строят новый хирургический корпус, приобретается передовое оборудование, что позволяет улучшить оказание высокотехнологичной медицинской помощи. В Брестской области осуществляет свою деятельность 630 учреждений здравоохранения. У нас 13 тысяч койко-мест. Работает в системе здравоохранения более 24 тысяч медицинского персонала. Комплектуемость штатами у нас достаточно очень высокая, я так приведу пару цифр. Цифра 95% это врачебными кадрами, 98,5% это средний медицинский персонал, 99,7% это ваш медицинский персонал. Но ведущие позиции, конечно же, занимает наша областная клиническая больница. И если посмотреть хронологию, динамику, вы, наверное, фильм уже смотрели перед началом торжественного мероприятия, можно сказать, что за 80 лет областная клиническая больница, мы просто ее называли в свое время, областная больница ни разу не сделала шаг назад, ни разу отпустилась вниз. Она двигалась только вперед, только вверх. Подтверждение этих слов это выросло в 4 раза только количество койко-мест. Было 250, стало 995. Ежегодно вы обслуживаете более чем 150 тысяч пациентов. Каждый второй пациент это житель сельской местности. Вы делаете более 20 тысяч ежегодно операций. Это говорит о высоком вашем профессионализме. Я хочу поблагодарить каждому из вас в этом зале сидящему и тех людей, которые работают сейчас на местах. В честь юбилея лучшим работникам больницы были вручены грамоты и благодарности, отмеченных вклад в развитие здравоохранения региона и любимого Бреста. Есть своя миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть своя миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Юрий Льмонтович. Специально для программы «Итоги недели». Школа – это важный этап в жизни каждого человека. Ведь именно в ее стенах мы готовимся к взрослой жизни и проходим этап формирования личности. В школе мы получаем первые знания, учимся жить в обществе и приобретаем важные жизненные ориентиры. История школы деревни Чернакчицы насчитывает 8 десятков лет. За этот период она воспитала большое количество выпускников, которые прославляют ее имя на родине и далеко за пределами государства. Некоторые так и не смогли покинуть родные стены учебного заведения и теперь трудятся в ней, продолжая нелегкое дело своих наставников. Благодаря добросовестному труду всего коллектива, школа признана лучшим учреждением общего среднего образования Республики Беларусь. Как отметила свой 80-летний юбилей школы деревни Чернавчицы, расскажет Янина Даниленко. За плечами школы-агрогородка Чернавчицы 80 лет уникальной истории, которая охватывает разное поколение и хранит в себе много интересных и ярких событий, достижений и традиций. Весь этот период школа, которая воспитывала и выпустила не одну сотню выпускников, занимала лидирующие позиции. Благодаря чему по итогам 2023 года она была признана лучшим учреждением общего среднего образования Республики Беларусь. История нашей школы уходит далеко корнями еще в 1862 год. Но современная средняя школа деревни Чернавчицы берет свое начало в далеком 1944 году. 1 сентября были открыты двери для первых, не только первоклассников, но и в принципе всех тех ребят, которые в годы войны не могли посещать учреждения образования. В 1974 году, 1 сентября, опять же, распахнула двери уже наша современная школа деревни Чернавчицы, в которой обучались ребята не только из деревни Чернавчицы, сегодня Агрогородка, но и близ лежащих деревень. В 1979 году школе было даже присвоено за ее достижения, успехи уже тогда звание имени Ленинского комсомола, чтобы на те времена было очень почетно и знатно. Поэтому с тех времен мы не сбавляем, скажем так, свои позиции. Сегодня школа совершенствует качество образования и стремится к выполнению высоко поставленных целей. Это обеспечение современного качества образования в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности общества-государства. Но несмотря на все новейшие технические возможности, самым высоким достижением всегда оставались чуткие, любящие свое дело учителя. Я выпускница этой школы, это замечательная школа, еще в мою бытность, в мое детство. Это была одна из сильнейших школ, которая давала профильное обучение, хотя я заканчивала профиль повышенный уровень математики, физики, информатики. Но я почему-то выбрала именно быть учителем начальных классов, потому что это именно работа с маленькими детками. У нас большая школа со своей историей, со своими событиями, со своими достижениями. Потому что есть чем гордиться. Это выпускники, это, конечно же, наши замечательные педагоги. Наш педагогический коллектив насчитывает более 50 учителей, которые больше массы свыше категории. Самое такое, наверное, замечательное, что у нас очень много педагогов, которые являются выпускниками нашей школы. Умение педагогического коллектива найти подход каждому из учеников прививает молодому поколению любовь к наукам и помогает ориентироваться в будущем. И даже через многие годы они будут греть себя воспоминаниями о заботливых наставлениях своих учителей. Я очень рада, что я учусь именно в этой школе, потому что тут замечательные педагоги, которые научили меня многому, дали мне очень хорошую базу для поступления в высшее учебное заведение. Наша дружная большая команда, наша дружная большая черновческая семья добилась определенных успехов. Конечно же, огромную долю успеха нашего учреждения образования составляют ее кадры. Ведь сегодня практически 58% педагогического состава школы является выпускниками этой же школы. И я думаю, что это говорит о многом. Нам доверяют своих детей, выпускники прошлых лет, сегодня не встречают уже своих внуков, а кто-то и правнуков в стенах нашей школы. Почетными гостями сегодняшнего мероприятия нашей торжественной части являются, естественно, руководство нашего Брестского района, являются именитые выпускники нашего учреждения образования. Множество километров расстояния, жизненные обстоятельства и неотложные дела не смогли остановить выпускников разных лет пропустить это важное событие. Ведь именно в этот день, объединенный общим праздником, они могли вновь почувствовать себя детьми и окунуться в атмосферу беззаботного школьного времени, радуясь таким редким встречам. Я хочу сказать, что мне очень приятно было учиться в этой школе. Здесь был изумительный коллектив педагогов, которые были, ну, просто профессионалы своего дела. И сделать выбор в сторону какого-то предмета действительно было сложно. Я любила физику, я любила математику, я любила химию, я любила русский язык и литературу, и белорусский язык и литературу. Школа – это действительно тот старт и тот фундамент, мне мое вот это профессиональное становление дала школа. Более того, я вам скажу, я ведь первый год не поступила, даже имея медаль в Гродненский университет. И я вернулась в родную школу, и год я здесь проработала старший пионер вожатой. Я поступил в школу в 1948 году. Я на два года старше школы. И, конечно, жизненный путь, который я прохожу, он является подтверждением того, что то, что было заложено в школе, сыграло большую роль в моей жизни. В теплой по-домашнему семейной атмосфере за многолетнюю добросовестную работу в системе образования были отмечены лучшие из лучших. Почетные гости и представители вертикали власти вручили награды и искренне поздравили руководство и педагогический состав школы с юбилейной датой. Позвольте мне от Брестского райисполкома, районного совета депутатов, отдела по образованию поздравить с таким замечательным праздником. Очень отрадно, что школа звучит. Приятная и Татьяне Викторовне, приятная и мне, лучшая школа района, лучшая школа области, лучшая школа республики. Хочется, конечно, пожелать, чтобы не останавливались на достигнутом, а двигались вперед и сохраняли те позиции, которые есть. И в результатах централизованного экзамена, централизованного тестирования, в желании совершать новые подвиги, участвовать в новых экспериментах, для того, чтобы звучала школа, звучал район. Удивительные истории жизни школы не имеют числа. Одной из таких историй является пример верного служения своему любимому делу Светланы Долецкой. Порог новой школы, открывшейся в далеком 1974 году, она перешагнула одна из первых. С тех пор учебное заведение навсегда осталось в ее сердце и помогло определиться с будущей профессией. Сегодня у учителя 35-летний стаж работы. На торжественном мероприятии право дать юбилейный школьный звонок ей предоставилось вместе с одноклассницей с похожей историей жизни. Первоклашки 1974 года Светлана Долецкая и Светлана Левчук под бурные аплодисменты коллег и гостей повторили традицию спустя 50 лет. В 1974 году тогда Советский Союз подали нам новенькую школу. И нам посчастливилось с моими одноклассниками первыми быть первоклашками и открыть дверь новенькой школы. До сих пор я здесь закончила ее и уже 35 лет работаю здесь, учу деток. Школа для меня, наверное, вторая семья. Почему? Потому что я выросла в школе. Еще задолго до первого класса я тут находилась каждый день, потому что мама моя работала учителем школы больше 40 лет. Это я здесь просто выросла. Пошла в школу, закончила ее, отучилась 5 лет. И в 90-м году моя родная школа опять открыла для меня дверь. И меня с радостью приняли мои учителя-педагоги, с которыми мне посчастливилось еще долгие годы работать плечо. Плечо. За что я очень благодарна. Школа. Каким теплом, каким светом, какой нежностью и радостью наполняется сердце каждого, когда он слышит это простое, коротенькое слово. Это особый мир учеников и учителей, в котором каждый стремится найти себя. Чернавчицкая школа – не просто учебное заведение, где люди изучают науки и приобретают знания. Это место силы тех, кто так или иначе провел отрезок жизненного пути в стенах учреждения. Я Нина Даниленко, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Красивые, стройные, ухоженные. Они – образцы для подражания, за которыми следует большинство, повторяя их образы, постоянно вдохновляясь ими. И зачастую максимальный возраст, при котором еще есть возможность попасть в индустрию моды и красоты 25 лет. При этом еще десяток лет назад нужно было соответствовать и определенным стандартам – рост, вес и другие параметры. Но время идет, вкусы и потребности меняются. Современная модель может отойти от привычных 90-60-90 и кукольного личика. Ведь красота молодости очаровательна своей свежестью, наивностью, по-детски распахнутыми глазами. Но после 30-ти, а иногда и 40-ка, женщина по-настоящему расцветает. В подаче больше уверенности, лицо выразительное, а появившиеся морщинки вокруг глаз придают шарм и теплоту. В нашем городе много таких красивых и ухоженных дам, одна из которых не испугалась попробовать себя в роли модели. И это в 53 года. Ирина Левчук познакомилась с возрастной моделью, она поделится своими впечатлениями, уверена, что и в 50 жизнь может заиграть новыми красками. Грация и плавность в каждом движении. Голубые глаза, в которых можно утонуть. Светлые, ухоженные волосы, теплая улыбка. Именно такие слова приходят на ум, чтобы описать модель Ларису Костючек. Визажист делает последние штрихи в приготовлении красавицы перед съемкой, и мы готовы познакомиться поближе. А именно узнать, как же так вышло, что только в 53 года Лариса решилась попробовать себя в роли модели. Во-первых, вообще это неожиданное было предложение. Это такое внезапное было предложение, от которого я как бы и отказывалась, так как в этой сфере деятельности я никогда не была и не сталкивалась. Предложили мне буквально такие... Была съемка поиск модели, возрастной модели, на наш белорусский известный бренд Белор Дизайн. И они искали возрастную модель именно для рекламы туши, помады в клипе. Этот клип потом транслировался на телевидении российском в рекламе. И первые пробы я прошла. Им понравилось. Это было без макияжа, как бы так, вот знаете, в такой атмосфере свободной. Съемка проходила в нашем доме, как бы и задумка была. И когда отсняли сюжет, клип, уже представили к их вниманию, им очень понравилось. Там как бы совершенно мало было времени моего участия, но это было интересно. Это было, знаете, как бы даже и не модельный такой клип, это было такое больше актерское мастерство, такая вот мини-сценка из фильма. Я красила губы, и в этот момент позвонил мой любимый, и я вот с радостью как бы вот ждала его, и я так счастлива была, что он вернулся, и я успела накрасить губы. И с этого первого опыта, который был два года назад, все и началось. После рекламного ролика пошли приглашения от разных брендов и фирм, потому что сейчас как модельные агентства, так и представители бизнеса понимают, что все мы разные и не идеальные, и нужно демонстрировать в своих рядах не только безупречных глянцевых красавиц, но и живых, настоящих людей, в том числе и тех, кому давно больше 25 лет. Потому что все же съемки проходят на худеньких, молоденьких девочках. Да, конечно, это идеальный вариант для швейных производств, для швейных фирм, которые отшивают маленькие размеры, чтобы идеально сидела одежда и так далее, и тому подобное. Но, как правило, люди у нас обычные, стандартные, и женщины у нас как бы, ну, хотят все одеваться, и возрастные, хотят быть модными. Плюс Белор Дизайн постоянно вот утвердил меня как своей моделью возрастной. Так что вот работа есть, работы хватает. Сомнений в том, что Лариса пользуется большим спросом в модельной индустрии, никаких. Но, думаю, вас, как и меня, интересует вопрос. Как же этой прекрасной женщине удается так хорошо выглядеть в свои 53 года? И ответ оказался, как всегда, очень простым, но таким сложным в исполнении. С молодого возраста я никогда не страдала какими-то вредными привычками. Я увлекалась спортом, йогой, хатха-йогой, еще в советские времена, когда это было под запретом. Я этим увлекалась в школьные годы. В восьмом классе я приходила, делаю хатху-йогу, дыхательные упражнения. Сейчас у меня пранаяма, йога. Я встаю в 5.30, то есть такой организованный человек. Делаю медитации, я этим всем занимаюсь. Поэтому, может быть, ну и фейс-фитнес, конечно, уже 15 лет. Это гимнастика лица. Тот, кто не знает, но я думаю, что сейчас все об этом знают. И это было вот на начальной стадии, как только это, только еще даже мало было известно, я начала этим заниматься. И я поняла, что хорошо, что я этим занимаюсь. То есть подтяжка этого лица, внутренняя, то есть упражнения. Физика – это тело, гимнастика каждый день я делаю по часу. И плюс 15-20 минут – это гимнастика лица. Такая дисциплинированная, красивая, милая Лариса попала в сферу моды, красоты и роскоши. С одной стороны, благодаря труду и тому, что она приложила много усилий, чтобы сохранить и приумножить свою природную красоту, а с другой – по воле случая. Ведь ее дочь – директор известного модельного агентства L-Model Group. Но вряд ли бы удалось раскрыть новую звезду, если бы не определенные запросы рекламного проекта. Нам для одного из проектов нужна была возрастная модель. Я подумала, зачем мне искать кого-то, если у меня такая красивая мама, кто может с ней сравниться. Поэтому было решено пригласить ее. Она, конечно, не хотела. Для нее это был стресс. Как-то у нее уже свой распорядок дня. И она говорит, зачем мне это? Я говорю, ну, пожалуйста, мама, я тебя прошу, очень-очень сильно прошу. Мы даже можем снимать у нас дома, у нас в зале. И съемка была действительно у нас дома. То есть ей было максимально комфортно, она максимально… Ну, она не переживала, она так максимально расслабилась, конечно. Вот, команда ее очень поддерживала, но она справилась замечательно. После этого начали спрашивать у нас, у нашего модельного агентства. Появился запрос именно на возрастную модель. Швейные фирмы начали спрашивать. Два раза она была на баннерах ЦУМ. Вот сейчас тоже висит баннер возле ЦУМа напротив Белтелекома, где моя прекрасная мама на нем, в центре все еще внимание. Поэтому, да, очень много запросов, на самом деле, на возрастную модель сейчас есть. Потому что, ну, действительно, да, юных моделей много. Как бы это такая уже распространенная практика. А вот возрастных, к сожалению, немного. Модельное агентство L-Model Group взращивает и продвигает каждого своего подопечного, помогая построить международную карьеру. Модели работают с известнейшими модными журналами, брендами и выступают на зарубежных показах. У L-Model Group выстроены партнерские отношения с самыми надежными мировыми модельными агентствами. Также у агентства есть разрешение МВД Беларуси для ведения модельного бизнеса за рубежом. И несмотря на то, что агентству уже 10 лет, работы, проектов, идей очень много. А потому... Хотелось больше как-то вот ее интегрировать в нашу жизнь. Все-таки вы же понимаете, да, что когда мы растем, мы меньше и меньше проводим времени с родителями. К сожалению, к сожалению. И я понимаю, что вот в моем плотном графике я бы очень хотела больше ее видеть. Да, какие-то проекты, чтобы были. Вот даже недавно, буквально, вот три дня назад она снималась в видеоролике для Белор Дизайн. Сейчас выходит новый фиксатор для макияжа. Тоже моя мама вот там участвовала. Тоже была очень длинная съемка, кстати. Тему длинных съемок с утра до вечера. Поэтому вот таким образом проводим с ней месяц и время больше. Такая красивая женщина, прекрасная мама и интересная личность. Лариса Костючек своим примером вдохновляет многих. И еще раз доказывает, что возраст – это лишь цифры в паспорте. Важно лишь то, насколько ты себя ощущаешь. Ирина Левчук, Эдарат Бакунович, Ирина Мантович. Специально для программы «Итоги недели». Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события. Какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ? Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните, номер в Бресте 54-63-67. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал БУК-ТВ. Я, Виктория Гапутина, говорю вам до встречи. И как всегда, желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Редактор субтитров А.Семкин